Добрый день всем! Добрый день! Добрый день! Добрый день всем, кто подключился и кто подключается. Давайте осталось всего две минуты до начала нашего небольшого вебинара. Ну, начну пару слов с того, что представлюсь. Зовут меня Иван Углов. Я больше 12 лет занимаюсь системным администрированием и работаю в области системного администрирования. И моя жизнь так неразрывная профессиональная карьера связана с сотовыми операторами, с телекомом. И сегодня мы поговорим по поводу перехвата и анализа информации в компьютерных сетях. Итак, выждем джентльменскую минуту до ровного начала и тогда начнем. Итак, у нас ровно 19.30. Мы начинаем наш небольшой вебинар по поводу перехвата и анализа информации в компьютерных сетях. Как я уже сказал, да, меня зовут Иван Углов. Если кто подключился, я буду вам рассказывать немножко про компьютерные сети, про анализ информации, про возможности перехвата этой информации и про дальнейшие пути использования этой информации. Итак, начнем. Давайте сейчас я вам сделаю нормальную презентацию, чтобы видно было получше. Сейчас она у вас откроется в полный экран. Значит, план у нас сегодняшнего вебинара такой. Я вам немножко расскажу, совсем немножко теории. Зачем перехват информации нужен, для каких целей он используется, потому что некоторые думают, что перехват информации используется только хакерами. Это совершенно не так. Перехват информации и ее анализ используются по большей части системными администраторами и инженерами телекома для технических задач, особенно при пусконаладке нового оборудования. Потом поговорим про, совсем немножко поговорим про логические уровни представления информации в сетях, для того, чтобы, если кто вдруг с этими вопросами не знаком, немножко познакомился. Дальше разберем модельную, ну так скажем, ту демонстрационную сеть, на которой я вам буду показывать наши небольшие примеры в второй половине нашего вебинара. Она будет состоять из одного компьютера, одного маршрутизатора и сети провайдера интернет-услуг, которые есть у каждого в доме. Дальше поговорим по поводу основных схем перехвата трафика, где перехватывают трафик обычно, для каких целей, какие программы можно использовать, какие программы можно использовать обычным инженерам, какие программы используют для этого, какие программно-аппаратные комплексы даже скорее используют для этого в больших компаниях. Немножко остановимся на этом. И дальше уже у нас будет одна сплошная практика. Посмотрим, что такое анализатор Wireshark. Это один из самых, наверное, популярных анализаторов трафика, который позволяет и перехватывать трафик в сети, и его записывать, анализировать. Имеет огромное количество всяких различных настроек. Посмотрим на живых примерах, как он работает. Я вам покажу кое-что, как его запускать, как с ним работать на кейсах, на конкретных, разберем. Ну и уже ближе к, наверное, второй-третьей нашего вебинара, когда мы познакомимся с Wireshark, посмотрим на него. Перейдем уже к перехвату конфиденциальной информации, разбору конкретных кейсов. Посмотрим, как и почему можно перехватить пароли при дамках сетевого трафика, как от этого можно защититься. Ну, в общем, покажу вам несколько таких живых жизненных примеров, с которыми, ну, наверное, может, даже кто-то и сталкивался в реальной жизни, если даже не занимается системным администрированием и не сильно близок к сетевым технологиям. Ну, вот такой вот у нас план. Давайте пойдем немножко вперед, по шагам. Ну, как я уже сказал раньше, цели перехвата и анализа информации в компьютерных сетях совершенно различные. Значит, основные задачи, которые решаются с помощью анализа перехваченной информации в сети, это по большей части диагностика, поиск неисправностей в сетях, отладка оборудования при его установке новой. Потому что зачастую, когда вы настраиваете оборудование, да, особенно когда оборудование сложное, которое стоит на сетях, там, сервис-провайдерах, в сетях больших телекоммуникационных операторов, у вас иногда возникает такая ситуация, когда интерфейс, да, настроечный этого оборудования показывает вам, что все работает адекватно и все настроено адекватно, но при этом у вас там все равно не работает какой-нибудь линк или какая-то связанность, да, и нужно заниматься тем, что перехватывать информацию непосредственно на пути следования ее от точки А до точки Б и смотреть, как она представлена и где там есть ошибки при обмене. Вот, значит, по моим... Да, я здесь цифры привел, да, вот жирным в конце каждого пункта. Это, безусловно, мои какие-то там сугубо, скажем так, личные оценки, да, но по моим вот представлениям для диагностики неисправности нового оборудования, да, для поиска проблем, для поиска там даже проблем каких-нибудь скрытых, типа проблемы с качеством плавающих, ну, как все же пользуются мобильными телефонами, вот, наверное, многих сталкивались с тем, что качество плавает, там дребезг, эхо начинается в канале. Ну, и когда такие заявки к операторам попадают, операторы начинают, ну, как бы толковые инженеры внутри операторов начинают сначала по системе мониторинга смотреть, а потом, когда если не разбираются сразу, на сколько, то начинают анализировать именно сетевой обмен, копаться уже непосредственно в пакетах и глубоко подержаться в анализ проблемы. И это занимает зачастую половину где-то там работы инженера, который сидит на заявках, ну, который админит большую сеть. Работа инженера, который работает с заявками, да, с претензиями, она сводится к тому, что он определяет точку А, точку Б и начинает смотреть информационный обмен между этими точками с помощью трафикоанализаторов, с которыми мы с вами познакомимся чуть позже. Вторая задача, которую решают с помощью перехвата и анализа компьютерной информации, да, информации в сетях, это, ну, задачи, связанные с информационной безопасностью. Каждый уважающийся большой, да и не очень большой сервисный оператор или мобильный оператор имеет в своем штате энное количество инженеров, которые специально обучены и решают вопросы именно безопасности для того, чтобы, ну, там, данные о пользователях, данные о счетах не могли быть украдены злоумышленниками, да, и занимаются сугубо вопросами защиты информации. Это вопрос важный. Вот у нас есть энное количество законов о защите конфиденциальной информации, о защите персональных данных, которые регламентируют деятельность операторов и по которым оператор, именно оператор несет ответственность за то, чтобы данные не утекали на третью сторону, да, там, о ваших счетах, о ваших звонках и так далее, и так далее, о вашем местонахождении. Ну и, конечно же, о том, что вы говорите по телефону своим коллегам и товарищам. И вот этими вопросами занимаются специально выделенные инженеры, их, ну, я так приблизительно думаю, что в общем объеме процентов 15, да, задачи это вот связанные именно с информационной безопасностью. Ну и третья часть, третья цель, да, это, да, это непосредственно те люди, которые стоят на темной стороне силы, как говорится, да, и которые с помощью всех тех же самых инструментов, пользуясь своими глубокими знаниями в области сетевых технологий и программирования, пытаются использовать свои знания себе во благо, да, нарушая при этом несколько статей Уголовного кодекса России. Вот. Ну, надо признать, что если, как бы, если вы хороший инженер из пункта 2, то есть если вы хороший инженер в части информационной безопасности, то, скорее всего, вы приблизительно представляете способы, каким эту безопасность можно ломать, и наоборот. Поэтому частенько хорошие спецы по информационной безопасности ездят сразу на несколько конференций. Одни из них по информационной безопасности, а другие это слет хакеров. Так. Ну, вот так вот по основным целям, по основным целям. Да, спасибо за комментарий про голос, как Путина. Очень приятно. Так, по основным целям вот все. Едем дальше. Копнем немножко глубже и погрузимся в логические уровни представления информации. Но если вдруг здесь меня слушают люди, которые немножко знакомы с сетевыми технологиями, я сейчас буду рассказывать про, ну так, обзорно очень, да, вкратце про трех... ой, елки-палки, семиуровневую, семиуровневую, конечно же, модель. ОСИ, так называемую. Вот. И она говорит о том, что информация, когда попадает с клавиатуры, да, в компьютер, она проходит семь уровней логической, как бы так сказать, трансформации. Самый верхний уровень – это уровень приложений, это то, что мы видим с вами, работая с компьютером, с браузером, это текст, это голос, да, это то, что непосредственно мы потребляем, да, или непосредственно отдаем в компьютерную сеть, когда с ней работаем. То, что для нас понятно. Но дальше есть еще... есть несколько уровней, называются они представления и сегментирования, они в нашем сегодняшнем вебинаре нам не особо интересны. Вот. Интересен четвертый, третий, второй и первый уровень снизу, так называемый транспортный, сетевой, канальный и физический. Это все уровни абстракции, которые проходит информация, когда попадает в компьютер, и когда компьютер решает, что нужно передать ее от одного синенького человечка, который на слайде есть, к другому, который справа находится. Значит, информация режется на куски, к этим кускам добавляются специализированные заголовки, на каждом уровне они свои. Каждый раз на каждом уровне добавляется дополнительная служебная информация, и когда информация переходит, так называемого, с канального уровня на физический, она непосредственно превращается в физический сигнал, который передается по среде передачи. Ну, самый простой, значит, сигнал, да, который, ну, с которым все знакомы, и с средой передачи это все знакомы, я думаю, это электрический сигнал, который идет по витой паре, я думаю, что все отлично знают. Серый, обычно это серый шнурок интернет-провайдера, который у вас где-то через дверь заходит в квартиру и втыкается в один из портов вашего Wi-Fi-ного роутера. Вот, как раз это физический уровень, да, там обычно на этом кабеле написано UTP, там, CAT-E или UTP-CAT-6. Вот, это маркировка помехозащищенности и качества той пары, которую вы используете. Вот, ну, и когда, значит, сигнал каким-то образом доходит по проводам до оконечного потребителя, до оконечного компьютера, он проходит совершенно обратный путь, превращаясь из электрического сигнала, который, ну, вы можете теоретически посмотреть на телесо, ой, на осциллографе, на осциллографе. Он превращается в... дальше разворачиваются все эти, значит, логические абстракции, разворачивается сигнальная информация, которая больше уже не нужна, которая нужна была только для того, чтобы передать пакет по сети. И через некоторое время вся эта информация, которая была нарезана и передана через сеть мелкими кусками, она доходит до уровня приложения и превращается в текст видеосообщения или, ну, что вы там передавали. Вот. Это такая кратенькая справка, потому что она нам будет нужна, вот эта картинка из семи уровней. Она нам будет нужна, когда мы будем смотреть в Airshark, и мы увидим все эти уровни там, которые разворачивает пакетный анализатор. Это я вам показал специально для того, чтобы у вас в голове произошло, как бы это сказать, объяснение ситуации, которую вы увидите чуть позже в реальном сетевом обмене. Так, значит, едем дальше. Мы будем сегодня немножко говорить про протоколы, но куда же уж без них, да? Мы же все-таки занимаемся перехватом и анализом информации. А вся информация в компьютерных сетях продается при помощи определенных протоколов. Они тоже разные логические уровни имеют. Я вот тут несколько привел, которых мы сегодня увидим обязательно с вами в примерах наших. Вот. Но они разного логических уровней, как я сказал, да? Ну, наверное, с протоколом IP или, по крайней мере, с таким словом все более-менее знакомы, слышали, по крайней мере. Ну, HTTP и HTTPS тоже, наверное, слышали про такие протоколы. Чем отличается HTTP от HTTPS? Тем, что HTTP – это открытый протокол без шифрования, HTTPS – это протокол с шифрованием. Ну, я вам вот эту вот картиночку покажу, да? Может быть, мы к ней вернемся, когда я буду объяснять конкретные примеры. Но пока что вам так для информации, она «Поедем дальше». Поедем дальше, да. Мы подбираемся к практике. Первая страшная картинка. Будут еще. Но не переживайте, она не так уж страшна. Я вам сейчас постараюсь все детально объяснить, что здесь нарисовано. Здесь нарисована схема моей домашней сети. Вот этот вот компьютер слева – это тот компьютер, на котором я веду сейчас вебинар. Он у меня подключен Wi-Fi к моему Wi-Fi маршрутизатору. Wi-Fi маршрутизатор обозначен такой шайбой со стрелочками посередине. Это стандартизованное обозначение устройства так называемого маршрутизатора или роутера. У меня внутри моей домашней сети поднято 192.168.00 адресация. Вот эти вот… Ну, если вдруг кто первый раз столкнулся с IP-адресами, да, значит, IP-адрес – это уникальный идентификатор компьютера в сети. Точно так же, как номер мобильного телефона уникально идентифицирует вашу мобильную трубку, IP-адрес в сети передачи данных уникально идентифицирует, ну, так называемый хост, да, персональный компьютер, считайте. Вот. Ну и что здесь еще нарисовано? Вот, значит, нарисован компьютер мой, да, подключенный по Wi-Fi к Wi-Fi-ному рутеру, и дальше из этого рутера идет у меня такой же, как у всех шнурок серенький, в сторону провайдер Ростелеком. Ну, и за этим Ростелекомом где-то во всем мире раскиданы веб-сервера, которые в правом нижнем углу я нарисовал. Нам эта картинка понадобится, когда мы будем анализировать сетевой обмен, который мы будем перехватывать на Wi-Fi-ном интерфейсе моего компьютера и смотреть, что там, какие пакеты из него вылетают, потому что в процессе анализа этого обмена мы увидим как раз IP-адреса. Кстати, давайте на минуточку проверим, что не сменились у нас IP-адреса. За, значит, IP-адрес 192.168.01 адрес моего роутера я уверен на все 100, потому что он статический, я назначал его руками. А вот за адрес моего компьютера я не уверен, потому что он назначается динамически и может меняться раз в несколько часов. Давайте мы зададим команду IP... ой, елки-палки, сейчас... IP-конфиг... А, да, прошу прощения. Значит, если вдруг кто не сталкивался, вот это черное окошко, это консоль Windows вызывается... Давайте я сейчас вам покажу, на всякий случай, клавишами WinR, да, вызывается это окно «Выполнить», убирается там CMD, и вот у вас черное окошко консоли Windows. Давайте посмотрим настройки IP-адреса на месте. Для этого нужно задать команду IP-конфиг, да, и посмотреть, что нам выдаст наш... Наш... ...выполнительный Windows нам сказал, что адрес моего компьютера, вот он, 192.168.09, он не изменился. И адрес основного шлюза, да, безусловно, остался 192.168.0.1. Так, это замечательно. Значит, схема у меня корректная, по крайней мере, в части моего персонального компьютера и внутренних настройок Wi-Fi-ного рутера. Ну, а больше нам, мы, наверное, особо других адресов и не увидим в наших примерах. Вот, поэтому, если что, я к ней вернусь и еще раз расскажу, значит, на примере, когда будем разбирать примеры. Вот, еще одна страшная картинка. Еще одна страшная картинка, она... Я обещал немножко рассказать про места, да, и схемы перехвата трафика на сети. Да, как я говорил, трафик зачастую, ну, в большинстве своих случаев, там, процентов 70-80 задач, перехватывается для диагностики. Уважающий себя сетевой оператор, вот, вне зависимости от того, насколько он крупный, ну, если там, конечно, не три человека работает, а чуть-чуть побольше, да, имеет систему мониторинга, мониторинга сетевого трафика. Трафик пишется, хранится на серверах там энное количество дней, но когда я вот в одном из операторов работал, у нас трафик хранился три месяца. Ну, для того, чтобы в случае, если возникнет претензия от абонента, да, всегда можно было посмотреть, что было со звонком и почему человек не смог там дозвониться, или у него было плохое качество звонка. И как-то помочь человеку с его проблемой, да, починить, поднастроить сетку, чтобы все было, ну, так сказать, в большем порядке, чем оно есть. Вот на этой, значит, картинке, да, ну, вы видите, что это доработанная картинка с предыдущего слайда. Я просто немножко дорисовал еще пару, значит, маршрутизаторов на стороне интернет-сервис-провайдеров. На стороне сервис-провайдеров их огромная куча, этих маршрутизаторов, и вообще активных элементов, которые связывают сеть. И большинство из них позволяет сделать на маршрутизаторе перехват трафика или зеркалирование его. То есть вы можете сказать устройству, да, там, маршрутизатору, что вся проходящая информация, которая там проходит с портов, там, 1-10 на порты 20, ну, 11-20, должна быть отзеркалирована, то есть скопирована полностью в вот там порт, например, 30, где у вас стоит, например, устройство записи информации. Ну, какой-то сервер, который с большими жесткими дисками, который круглосуточно пишет эту информацию и хранит определенное время, которое вы ему скажете. Это то, что касается, ну, как бы промышленного использования перехвата информации. Да, отмечу, да, что, ну, совсем, так бы, как бы сказать, такие толстые операторы, сотовые операторы, да, операторы интернета, ну, глобального такого интернета, типа Ростелекома, там, МТТ и прочее-прочее, они используют специальные коммерческие системы при перехвату трафика, там, специальные устройства ставятся за энное количество миллионов долларов, не побоюсь этого слова, вот, которые агрегируют информацию с разных мест сети, сливают это в единую базу данных, индексируют для убыстрения поиска и предоставляют еще какой-то некий, скажем так, интерфейс пользователя, в котором можно быстро найти, там, звонок телефонный или, не знаю, HTTP-транзакцию или еще что-нибудь. Так вот, ну, это вот про промышленный способ, да, но есть еще, как бы, не промышленная, темная сторона силы, о ней тоже надо, как бы, помнить. Это злоумышленники, злоумышленники, которые пользуются, пользуются тем, что они чего-то знают в компьютерных сетях, и они тоже могут получить несанкционированный доступ к, например, одному из маршрутизаторов, интернет-сервис, интернет-провайдера, который зачастую устанавливается, например, на крыше или в подвале, значит, и если он получит туда доступ, да, то он, как-то, так сказать, получит доступ к трафику, который проходит через это устройство. Так, тут у нас вопрос есть. Когда используется VPN, трафик также может зеркалироваться? Если вы имеете в виду, значит, Виталий, если вы имеете в виду VPN, который подразумевает шифрование, ну, например, с технологией IPsec, то перехват посередине такого трафика невозможен, ну, при условии того, что в IPsec настроили достаточно правильно, да, и выставили там, ну, там, не знаю, AS256, например, о галоритме шифрования, да, или более, тогда перехват такого трафика невозможен. Но дело в том, что, я вам прямо скажу, что вот эта вот вся тема с шифрованием, да, она, ее операторы используют достаточно неохотно, потому что шифровать трафик внутри своей сети очень накладное занятие. Вам нужно вставить огромный, значит, IPsec gateway, которые будут паковать, заниматься только инкрипцией и декрипцией, да, ну, то есть шифрованием и дешифрованием трафика. Поэтому внутри сети провайдера трафик обычно ходит голый, то есть без шифрования, без всякого. Да он, собственно, иногда еще и наружу ходит голый, ну, то есть без шифрования. Поэтому я практически со стопроцентной, значит, уверенностью могу утверждать, что в процентах в 90 случаев трафик, ну, уж, по крайней мере, интернет-трафик, которым вы пользуетесь с домашних компьютеров, это 100% не шифрованный трафик. Да, другое дело, что шифрование и защита может обеспечиваться самим браузером, например, протоколом HTTPS, да, который занимается шифрованием, но сервис-провайдер этим не занимается отдельно. Именно поэтому, да, именно поэтому нужно тщательно проверять, что у вас зелененькая строка в вашем браузере тогда, когда вы решили сделать очередную покупку в интернет-магазине. Потому что зелененькая строка говорит о том, что вы используете протокол HTTPS, и он, тот сайт, к которому вы обращаетесь, он использует доверенный сертификат, который выдан международным сертификационным центром. А вот покупать, значит, что-либо и забивать данные про свои карточки в сайты, где используется протокол HTTPS, который не поддерживает шифрование, категорически не следует, потому что есть шанс, что ваши данные по карточке будут украдены, ну и дальше вы отлично представляете, что будет. Значит, да, я надеюсь, что я ответил по поводу VPN. Смотрите, значит, я смотрю, что пошли вопросы, да, вот, значит, меня спрашивают, просят рассказать про маску под сети. Значит, смотрите, я могу, конечно, на этом деле остановиться немножко, но если честно, толково рассказывать про маску под сети, то не хватит у нас времени сегодня, потому что там про маску нужно, там нужно битовое сложение объяснять. Вот, но в общем целом, да, в общем целом, давайте я вам попробую, значит, скажем так, коротко объяснить, что такое маска, вот, и в случае, если вам захочется, да, скажу, где можно посмотреть это более подробно, в том числе и с операциями битового сложения, которые необходимо понимать, когда, ну, вы занимаетесь рутингом, да, изучаете рутинг IP-пакетов в сети. Значит, давайте я минуту посвящу маске, да, и отвечу на вопрос, значит, который был задан. Значит, маска – это конструкция из четырех так называемых октетов, точно так же, как из четырех октетов состоит IP-адрес. Значит, что такое октет? Ну, октет – это набор из восьми, да, как-то следует из названия, бинарных цифр. То есть, ну, бинарная цифра – это либо ноль, либо единица. Значит, IP-адрес представляет собой уникальный идентификатор сетевого элемента. Ну, давайте вот разберем. 192.168.0.1, да. Это уникальный идентификатор моего вай-файного рутера. А вот маска, маска под сети, она говорит о том, что этот рутер, да, с адресом 192.168.0.1 находится в подсети 192.168.0. Это очень важно для понимания того, как передаются данные между так называемой плоской Ethernet-сетью. Вот когда вы поднимаете у себя внутри дома вай-файную сеть, и у вас внутри сети вся адресация обычно бывает 192.168.0, и дальше какая-то циферка, или 192.168.1, и дальше какая-то цифра. Так вот, значит, вот если вы видите маску 255.255.265.265.265, это означает, что первые три актета, первые три цифры IP-адреса в этой локальной подсети всегда будут одинаковые. Если они разные, да, если вот вы, если у вас вдруг в сети, ну, не знаю, каким образом, вы задали руками IP-адрес хоста 192.168.10.9, да, но при этом все остальные хосты в этой сети у вас 192.168.0 и какая-то цифра. Вот эти вот хосты не будут видеть друг друга, потому что они из разных подсетей. Наверное, зря я начал это объяснять, потому что, может быть, яснее не стало, но я вас, наверное, запутал. Ну, давайте, значит, так, давайте, давайте, давайте. В общем, значит, рекомендации такие. Значит, первый момент, да, для тех, кто хочет, ну, просто понять на, как сказать, на простом уровне, что такое маска подсети, да, маска подсети отделяет... В простых случаях маска подсети всегда либо 255 между точками, либо 0. Вот, и если 255 стоит, да, то цифра по порядку соответствующая, да, ну, там, первая группа цифр, вторая группа цифр, третья группа цифр в IP-адресе, да, которые промаркированы вот этими последовательностями 255, это неизменяемая часть IP-адреса. Все остальное, все то, что промаркировано нулями, оно меняется. Ну, вот как-то так, да, да, зря я, конечно, к этому делу приступил, надо было... Ну, ладно, если кому будет интересно, в общем, я скину ссылочку на хороший документ после этого вебинара, и посмотрите, посчитайте, ну, там, вопросы мне, может, зададите, и я постараюсь ответить более детально. Давайте все-таки поедем по... по, значит, по тематике, по тематике, да. По тематике пойдем. Сейчас мы дойдем до какого-то логического завершения, а потом я, значит, отвечу на все вопросы, которые возникнут. Так, наверное, будет правильно, чем рвать этот вебинар. Так, я говорил про злоумышленника, да, злоумышленник, значит, может забраться куда-то в неохраняемое помещение, подтянуть свой ноутбук туда, вот, воткнуться в порт маршрутизатора или свитча и скачать, значит, записывать данные, которые передаются через этот свитч от всех пользователей. В принципе, это не очень страшно в большинстве случаев, да, потому что, ну, как бы, ну, узнает кто-то, что вы смотрели там, не знаю, YouTube или чего-нибудь другое ночью, ну, ну, и как бы бог с ним, да. А вот, ну, данные о карточках он не сможет скачать, потому что эта передача данных на уровне приложения защищена протоколом HTTPS. Но вот, например, если вы пользуете СИП-телефоны, сейчас модно стало провайдеры Ростелеком, МТС, Билайн, Мегафон предлагают вместе со своим интернетом еще СИП-телефон в нагрузку. Вот, и если, значит, админы, которые настраивали там ответное устройство к этому СИП-телефону, где он регистрируется, они были не очень, скажем так, квалифицированные, да, то есть шанс, что пароль и логин на СИП-телефон, да, передается в открытом виде, и тогда злоумышленник его сопрет, сопрет, и может воспользоваться вашим телефонным номером для осуществления звонки, массовых вызовов на Буркина-Фасо. Это дорого. Оператор потом вам выставит счет. Это называется телефонный фрод, да, когда злоумышленник крадет данные о учетной записи, да, прикидывается там телефонным абонентом, которым не является, и устраивает из вашего телефонного номера переговорный центр. Это крайне неприятно, ну, крайне неприятно по большей части для оператора, потому что оператор никогда не ссорится со своими абонентами и всегда закрывает свои убытки втихаря и не поднимая лишнего шума, потому что выставить бабушке счет на несколько миллионов рублей за звонки на Филиппины – это, конечно, очень экстравагантно. Поэтому всегда это делается тихо, да, но обычно это делается вот так вот, что, мол, списывают просто деньги, а ответственных инженеров и менеджеров секут за это дело. Ну, собственно, правильно. Вот, поэтому вот такие, значит, точки, да, точки сбора, значит, любой активный элемент, даже любой провод, вы можете разрезать провод и встать в стык, вот, и скачать всю информацию оттуда, которая была. Да, спасибо, сейчас скрою. Так, вот такие вот у нас точки перехвата трафика, поедем дальше, поедем дальше. Значит, да, какие есть способы работы с... Какие есть система анализа трафика и какие есть система перехвата трафика? Ну, есть две очень распространенные в этом мире программы. Это VR Shark. Это одна из, наверное, самых популярных программ для анализа трафика, которые используют инженеры по всему миру. Она распространяется под лицензией GNU.GPL, то есть бесплатно для пользователей. Вот, ее можно свободно скачать с соответствующего сайта. Вот, вторая программа, это больше не анализатор, хотя анализатор тоже, больше консольный такой, очень удобный для написания скрипт-программ, значит, утилита, да, для захвата трафика. TCP-дамп называется. Она тоже бесплатная, входит в стандартные пакеты Unix-систем. Я знаю, что она вроде как-то портировалась на Windows. Вот, так что в общем целом можно использовать и то, и то, но для анализа мне больше нравится использовать VR Shark, потому что он более наглядный и, ну, как-то более, скажем так, приспособлен для анализа. Но это дело вкуса, это дело вкуса. Вот, значит, ну, есть еще, да, есть еще промышленные системы перехвата, про которые как бы, ну, я скажу, что они стоят огромное количество денег, всякие Титрониксы, Ораклы их делают и так далее, и так далее. Вот, они представляют собой не только программное обеспечение, но еще и кучу сервенного оборудования, которые ставятся по узловым элементам, там на него заводится трафик, агрегируются какие-то базы данных, в общем, все это дело заливается в базы данных, индексируется, и потом еще есть интерфейс к этому делу, в который вы можете обратиться и как бы централизованно получить информацию об обмене в сети. Ну, вот так вот. Вот так вот. Мы будем с вами пользоваться VR Shark. Мы будем с вами пользоваться VR Shark. Ну, вот, наконец-то мы дошли до VR Shark. Да, значит, я здесь внизу слайда привел схему, да, уже нам знакомую. Она нам будет здесь полезна. Сейчас мы будем уже, так сказать, отходить от PowerPoint и переходить к лабораторным занятиям, как говорили в институте. Давайте откроем VR Shark. Так, я его заранее установил себе на компьютер, ну, собственно говоря, он у меня давным-давно уже стоял на компьютере. Вот. Но каждый его может поставить. Он есть и под Windows, и под Linux, и под Mac, так что проблемы у вас с этим не возникнет. Я думаю, что поставите. Так, где у нас VR Shark? Вот он, VR Shark. Значит, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? У нас тут есть... Так, сейчас, стойте. Что-то я это... Зачитался комментариями, прошу прощения, подвис немножко. Значит, вот такая вот программулина. Значит, есть тут замечательная кнопочка, такая вот, называется Capture Option. Здесь открывается окно, в котором можно выбрать любой из имеющихся у вас сетевых интерфейсов. Ну, в моем случае их три, но мне интересен на данный момент беспроводная сеть моя. Поэтому она и выбрана. Вот. Ну, фильтры я пока что все сниму для того, чтобы показать, как это в сыром виде выглядит, да? Как выглядит сигнальный обмен на сетевом интерфейсе. Давайте попробуем записать какой-нибудь трафик с сетевого интерфейса. Сейчас он будет в режиме Realtime отображаться в окне. Так. Тут фильтры, да. Вот, значит, вот замечательная вещь. Все пакеты, которые у меня летят сейчас через Wi-Fi, в том числе и мой голос, и видеоизображение, которое идет, да, оно все в режиме Realtime перехватывается. И перед нашей светлой очей показывается нам вот в этом окошке верхнем. Ну, давайте временно, значит, поставим это дело на паузу замечательное и посмотрим внутрь какого-нибудь пакета. Чем мне нравится Wireshark? В Wireshark, на примере Wireshark и на примере анализа пакетов очень хорошо понимать все сетевые технологии, протоколы и вообще, как бы, вот эту всю структуру вложенных уровней модели OC и так далее, и так далее. Вот смотрите, значит, сейчас я рядышком открою вот этот вот стэк из семи уровней, чтобы он у вас был перед глазами. Ой, 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 сейчас. Так, так, вот он, да. Вот так, сейчас я его вот так вот, чтобы он не мозолил, немножко сделаю. Да что ж такое-то. Ну, вот как-то так, наверное. Во, отлично. И давайте посмотрим внутрь какого-нибудь пакета. Давайте посмотрим внутрь какого-нибудь пакета. Это, ну, любой возьмем. Вот есть некий пакет. Он, значит, смотрите, ну, тут есть первые два столбца. Это время, когда он был захвачен на сетевом интерфейсе. Есть source IP-адрес. Это адрес моего компьютера. В самом начале мы выяснили, что он 192.168.09. Вот. Ну, и бежит он на destination IP-адрес. Это адрес 64.233.161.127. Я, честно говоря, не знаю, что это за адрес. Я думаю, что это YouTube. Судя по количеству пакетов, я думаю, что это наш стрим летит. Значит, что я вам хотел показать? Я вам хотел показать внутреннюю структуру пакета. Вот в нижнем окне, в нижнем окне, есть вот такие вот птички. Птички, да? И, значит, строчки. Каждую такую строчку можно развернуть в подробную информацию, которая из бинарника, из бинарного вида, значит, преобразована в текст и расшифрована в удобно читаемый вид для наших глаз. И что мы тут видим? Вот первая строчка, которую я сейчас развернул, это фрейм, значит, который сделал VrShark. Вот, это служебный фрейм. Если пойти дальше, да, то мы видим очень интересную вещь. Вот у нас есть здесь Ethernet 2, да, такая, как бы, подраздел. И это служебные заголовки Ethernet фрейма, вот этого, который канального уровня. Это те заголовки, которые были добавлены на канальном уровне к информации, прежде чем ее передать на физический уровень. Значит, вот это канальный уровень. Если мы перейдем на строчку ниже, Ethernet закроем, 2, да, а откроем следующую строчку, развернем ее, да, где написан интернет протокол версия 4. Это служебные заголовки, которые были добавлены на сетевом уровне. Да, но вы можете заметить, да, что вот здесь вот было добавлено чего? Тут было добавлено два очень важных момента. Это source и destination IP-адреса. Один – это адрес моего компьютера. Другой адрес – это адрес, видимо, какого-то из серверов YouTube, на который льется поток. Здесь есть много чего еще интересного, да, но мы не будем восстанавливаться, потому что у нас как бы все-таки не особо глубокое погружение в протокол IP, да, хотя, безусловно, есть о чем поговорить, да, каждая строчка для сетевого инженера значит многое. Например, вот эта строчка, differentiated service field, она означает, с каким приоритетом будет обрабатываться пакет на маршрутизаторах. Это нужно для того, чтобы разделять высокоприоритетный трафик и низкоприоритетный трафик, например, да, потому что голос сильно чувствительен к задержкам, а, например, торренты нечувствительны, поэтому голос маркируют более высоким, ну, меткой, которая трактуется маршрутизатором как приоритетная, да, и обрабатываются такие пакеты быстрее в очереди. Ну, вот это вот та информация, которая была на сетевом уровне добавлена. А дальше мы переходим на следующую строчку, где написано UserDatagramProtocol. Это та информация, которая была добавлена, служебная информация, которая была добавлена на транспортном уровне. Мы видим, что использовался для передачи протокол UDP, и было добавлено два порта. SourcePort и DestinationPort. Это тоже очень важно. Да, ну и после этого, после этого были добавлены данные. Данные, как бы, это следующая строчка. Данные, обычные в шестнадцатеричном написании, последовательность цифр, которая, когда она придет на сервер Google, будет склеена с остальными пакетами, все сетевые и транспортные и канальные заголовки будут поотброшены. Ну и, собственно, как бы, и это превратится в то, что вы видите у себя на экранах. Вот. Такое, как бы, копнули чуть-чуть поглубже, да, в это дело, посмотрели на живые пакетики. На живые пакетики. Так, прежде чем мы перейдем к, значит, к дальнейшему, да, рассмотрению Вершарка, сейчас я прочитаю, мне тут навалилось вопросов. Значит, постараюсь быстро ответить, все больше без длинных лекций по поводу масок я учел. Так, значит, вопрос. Так, вопрос. Если ты ходишь через VPN, трафик гоняешь через сторонние сервы хосты, если это твое фактическое положение становится другим, например, с Германией, будто ты... Да, видимо... А, да, был вопрос, каким образом через VPN обходится блокировка сайтов. Да, ну, вот, значит, мистер Классик ответил все, в общем, правильно, что когда вы коннектитесь через VPN, вы создаете шифрованный туннель от своего компьютера до некого сервера, например, в Германии, да, и выходите с IP-адресом германским в большой интернет. И, значит, всякие системы, да, думают, что вы немец, хотя живете вы в России. Да, так что все правильно, да. Значит, дальше что там по вопросам? Да, презентацию, презентацию я скину, я, правда, не знаю, как. Я вам честно признаюсь, значит, что я это начинающий ютюбер, вот, но я думаю, что мы найдем способ, как передать вам информацию. Вот. Так, вопросы кончились, тогда поехали дальше. Поехали дальше. Да, значит, но на UDP, конечно, все не заканчивается, есть более интересные вещи. Давайте посмотрим, что нам тут налетело, да. Например, безусловно, да, когда вы анализируете трафик, вам хочется найти что-то конкретное, да, не просто посмотреть на то, как протоколы сыпятся. Тогда, значит, вам помогут фильтры. Вот сверху строчка, где вот я сейчас курсор навел, там вот можно отфильтровать по протоколам. Например, дать только UDP протокол. Он, ну, соответственно, отфильтрует только UDP. Но мне хочется посмотреть, были ли HTTP протокол. О, был, зайчонок. Видите, сколько HTTP обращений было? Это замечательно. Вот, мы сейчас копнем чуть-чуть в HTTP и заглянем, чего там происходит в этом HTTP. Ну, вот я открыл наугад один из HTTP-пакетов, который был отослан с моего компьютера на рутер. Не знаю, зачем он это сделал, но это сейчас неважно. Значит, смотрите, да, первая, вторая, третья строчка, они, в принципе, одинаковые с точностью до, там, номеров портов и прочей всякой, ну, детализации, которая нам сейчас не важна, да. То есть Ethernet заголовки есть такие же. Интернет протокол также добавил свою, эту самую служебную информацию. Ну, и Transmission Control протокол, TCP протокол в этот раз, да, добавил тоже свои заголовочки, но он добавил там порт свой, ну, и там всякие еще там штучки. Но внутри TCP протокола завернуто тело HTTP. Если вы откроете вот эту вот, значит, галочку, которая стоит против HTTP-трансфер протокола, вы увидите, что внутри есть интересная вещь, да, которую передал хост 09, то есть мой пакет, ну, мой персональный компьютер, в сторону там внешнего мира. И вы сможете увидеть, да, вот здесь вот, что тут есть информация, например, по поводу того, с какого браузера и какой версии было передано это сообщение. Вот Mozilla 5.0, тыры-пыры, Apple WebKit, какой-то номер. Ну, а, Chrome, вот, видите, написано Chrome. Ну, что-то, в общем, короче, служебная информация, да, которая характеризует меня как пользователя. Как пользователя. А вот еще, кстати, интересно, переданы были куки. Куки мои. И написано, что у меня на моем маршрутизаторе, в моем маршрутизаторе используется логин admin. Вот. Но это, конечно, по системной безопасности двойка мне, потому что типовые логины использовать нельзя, но у меня пароль сложный зато. Да, но вообще, конечно, с точки зрения безопасности, использовать логины типа admin лучше не использовать, потому что подобрать могут всякие разные личности нехорошие. Так, вот, видите, да, то есть, например, сетевой злоумышленник, да, может где-то встать на маршруте, да, если он знает, что по нему проходит нужная для него информация, особенно если она еще не шифрованная, ему вообще повезло, он встанет вот таким вайршарком или каким-нибудь другим, да, программным обеспечением, запишет весь драфик, а дальше будет рыскать по пакетам, да, и смотреть, что там внутри этих пакетов завернуто. Может, что-нибудь и нароет, если повезет. Ну, как говорится, а кому повезет, у того и петух снесет. Вот, да, значит, вот такое знакомство у нас с вайршарком небольшое, да, значит, давайте еще раз пробежимся, значит, capture options. Правильно вызывать запись через эту кнопку для того, чтобы была возможность выбрать сетевой интерфейс, потому что если у вас несколько сетевых интерфейсов у вас валит, там трафика может валиться много, особенно если вы что-нибудь качаете по другому сетевому интерфейсу, по проводному, например, да, или это у вас, или вы админ, у вас реально там свитч какой-то, да, и через него там, не знаю, видеотрафик идет. Зачем вам видеотрафик? Вот, значит, выберите сетевой интерфейс. Желательно, желательно сразу, если вы знаете, чего вы ищете, да, в capture filter, добавить там протокол, который исследуется, да, или, ну, не знаю, ну, в общем, желательно как-то отфильтровать заранее, чтобы он все не писал, это барахло, ненужное, например, поставить здесь, там, не знаю, http, http, раз, ой, не нравится, что же не нравится-то? А вот не получается, TCP тогда будет. Порт 80. О, ну, я схитрил, да, в AirShark, ну, я, значит, обновил в AirShark, тут свежая версия стоит, вот, значит, не знает он, что такое http, зато знает он TCP порт 80, а TCP порт 80 – это стандартный порт для http протокола. Поэтому мы вот так вот сделали фильтр и бахнем. Значит, бахнем. Вот, и, значит, у нас вот по 80-му порту все, что летит, вот у нас оно сейчас летит. Ну, это у меня летит обмен с моим рутером, я вам сейчас покажу. Вот он, вот он открыт, у меня админка на мой Wi-Fi-ный рутер, я его тут ковырял до вебинара для того, чтобы вам дальше показать кое-что. Ну, да ладно. Вот, значит, вот такой захват, красная кнопочка стоп, ну, в общем, три кнопочки, а дальше поиски глазами, фильтрами и всем остальным. Давайте поедем дальше, давайте поедем дальше. У нас там много чего интересного сейчас будет. Вот, значит, вот такой вот в Airshark, вот такой вот в Airshark. Помимо, как бы, глазного изучения пакетов, есть возможность фильтрации по IP-адресам, по портам, по протоколам. Если вы занимаетесь в IP-ной телефонии, то по звонкам, по номерам, в общем, система фильтрации очень разнообразная. Например, ну, давайте я вам покажу вот тут вот, да, вот интернет-протокол. Например, ну, вот я хочу видеть пакеты только от сорса 0.9. Беру, делаю, применить фильтр, выбрать, и получаю только исходящие пакеты с моего персонального компьютера. Отфильтровал, вот, поискал чего-то, да. Ну, и так далее. В общем, программа хорошая, значит, сколько, я уже не знаю, я ее использую долго. И, к счастью, она развивается, продолжается, ее поддерживает команда. Ну, и вот так вот, в общем, по всему миру народ это дело пользует. Пользует. Так вот, переходим мы, значит, к вкусному. Ну, не то, чтобы к вкусному, а к, скажем так, наглядным способам перехвата трафика, подбора паролей, да, и вот то, чем, как бы, то, что каждый сисадмин должен знать и у себя в голове держать и не допускать, и то, что всякие злоумышленники ищут, ну, и как бы это нужно понимать. Да, значит, ну, безусловно, не все так просто, да, я взял типовой случай, ну, наверное, тех людей, которые на такую дырку уже, ну, такую дырку оставляют, как нешифрованный протокол Тилнет, их, наверное, мало в жизни осталось, но вы знаете, они еще остаются. Вот, я отлично знаю людей, которые, устанавливая свежее оборудование на сети, не меняют паролей рутовых, да, рутовых и админских паролей, которые приходят вместе с оборудованием. Например, у оборудования компании Cisco по умолчанию, если на оборудовании стоит пароль, то логин Cisco и пароль тоже Cisco. Вот, я видел такие устройства, через которые качается гигабайты трафика или там десятки тысяч телефонных звонков междугородних каких-то, да, на которых годами стоят пароли вендорные, да, то есть каждый, извините, деятель, да, который найдет этот IP-адрес внутри сети провайдера, да, и стукнется туда, он забьет туда Cisco-Cisco, первое, что он как бы попробует, да, ну, или там, длинг-длинг, да, и попадет туда под полный доступ. Это, конечно, за это надо отрывать руки, такое допускать на сети крайне не рекомендуется. Вот, значит, по поводу перехвата информации. Давайте разберем конкретный кейс. Есть протокол TILNET, есть протокол SSH. Оба протокола близнецы-братья, они используются и тот, и другой для удаленного конфигурирования различных сетевых устройств. Это оба консольных протокола. Я вам сейчас покажу, как это выглядит, если кто-то вдруг, значит, не это, не видел. Для этого нам понадобится программа PuTTY. PuTTY. Она бесплатная. Вот такая штучка, значит, тоже скачивается с... Ну, либо с репозитория, либо с сайта с официального. Ее, по-моему, даже устанавливать не надо, а может, надо, я не помню. Вот, состоит из одного экзешника и еще парочки библиотек. Значит, запускаем эту команду. Она предоставляет возможность удаленного коннекта к сетевым устройствам по различным протоколам. Нас интересуют здесь SSH и TILNET. Значит, чем отличается SSH от TILNET? TILNET от SSH отличается тем, что TILNET передает все в открытом виде, без шифрования. А SSH версии второй использует алгоритм AS. Вот, который пока что, слава богу, еще никто в лоб не сломал. Вот, и он считается надежным, если ключ длиннее, чем 256 символов. Значит, давайте произведем следственный эксперимент с использованием вот этой вот программы PuTTY и Wireshark. Значит, попробуем сделать коннект TILNET к устройству, к некому сетевому. В данном случае это будет мой Wi-Fi на рутер. Значит, в маках есть консоль внутренне встроенная, терминал называется. Это ответ на вопрос там просто быстро было. Значит, так, мы сейчас будем проводить следственный эксперимент. Мы будем коннектиться к моему Wi-Fi на рутеру по TILNET. Я специально сегодня потратил несколько, некоторое время для того, чтобы этот TILNET разрешить. Хотя это, конечно, неправильно делать, но я сделал для того, чтобы вам показать, как это будет работать. Значит, как мы помним, адрес у Wi-Fi точки, у моей, 192.168.01. И мы выбираем протокол TILNET. Но для начала, как настоящий, так сказать, ну, давайте мы будем сетевыми все-таки администраторами, мы запустим запись трафика на интерфейсе, через который полетят эти пакеты, чтобы эти пакеты потом найти. Давайте я запишу весь трафик, который будет лететь, а потом еще мы поиграемся с фильтрами дополнительно. Значит, вот я открыл в одной половине экрана в AirShark, в другом у меня пути с готовым коннектом. Я запускаю запись трафика. Вот она поперла. И я, значит, коннечусь по TILNET. Жму кнопку Open. И вот вы видите, что. Значит, мне мой делин говорит, типа, плагин. Я ему говорю Admin. Оп, и нажимаю Enter. Теперь вбиваю пароль. Ну, теперь вы все его узнаете, но как бы я его потом сменю на всякий случай. Так, значит, пароль вбили. И попали внутрь, да? Ну, замечательно, скажете вы, да? Ну и что такого? Ну, теперь я останавливаю нашу AirShark, который все писал в это время тихо, тихим стапом. И теперь ищу пакеты, которые должны были пробежать. То есть я сейчас эмулирую ситуацию, в котором есть некий админ, который использует на свой страх и риск протокол TILNET, коннекция к удаленному оборудованию. Есть некий злоумышленник, который с Вайершарком где-то уселся на точке перехвата и сумел это записать, да, эти пакеты. Ищем, значит, TCP порт 23. Ой, и не ищется. Ай-яй-яй. Ладно, тогда TILNET попробуем. О, а TILNET, он такой фильтр знает. Но это замечательно. Тогда мы, значит, сразу сейчас TILNET 1 и выберем. Вот у нас TILNET набежал. Набежал TILNET. И смотрите, что мы сейчас тут найдем. Значит, так, что-то как-то тут фиговенько выглядит. Сейчас, минутку. Мне нравятся какие-то точки тут. Ну ладно, сейчас разберемся. Значит, нас интересует, конечно же, вложение, которое называется TILNET. Да, и мы сейчас будем последовательно идти по пакетам от старых к более новым и смотреть, чего там в TILNET в этом есть. Значит, нас всякие служебные заголовки не интересуют, нас интересует только TILNET. И мы по нему идем. Это какие-то служебные сообщения. Это нас не очень интересует. Что тут у нас? Тоже какие-то служебные сообщения. О, вот первый интересный пакет. Вот он, первый интересный пакет. Смотрите, значит, source-адрес 192.168.01, destination-адрес 192.168.09. Это D-Link мне ответил на компьютер. И вот посмотрите, дата. D-Link.local.login. Это ровно то, что было в самом начале в приглашении. И я это отлично вижу. Я это заснял и как бы увидел. Вот пошел запрос логина. Дальше смотрим, что у нас тут происходит. Значит, девятый, ну, то есть персональный компьютер с адресом точка 9 на конце, да, отвечает. D-Link пошел отвечать. Первая буква А. Это я начал вбивать свой логин. Догадайтесь, что будет дальше. Вторая буква D. Третья буква M. Ну, и так далее. В общем, вот он весь админ наш. Вот он весь админ. Это то, что я вбил в вот это вот. Все это я увидел и в сетевом обмене. А дальше самое интересное. Дальше сейчас прилетит запрос на пасворд. И я вам покажу открытый пасворд. Значит, что мы тут... Так, что мы тут... Значит, да, вот пришли rn-r-n. Это спецсимволы перевода строки. Это я нажал Enter. Вот, да, вот, значит, со стороны роутера пришел запрос на пароль. Вот вы видите, да, пасворд, двоеточие. Приглашение у меня высветилось, а я его здесь нашел. И вот пошел парольчик. Значит, первый пакет 0. О, первый символ 0. Вторая. Второй символ 1. 0, 2, 5. 0, 1, 0, 25 у меня пароль на Wi-Fi на мрутере стоит. И я нажал Enter. Ну и дальше как бы уже... Вот дальше я даже всю приглашалку увидел в последнем пакете, который у меня высветил мой D-Link. Значит, если вдруг я злоумышленник, да, и я такую штуку, значит, унес с собой в клювике, я унес пароль от устройства, и теперь я могу точно так же, как администратор неказистый, дать коннект на это устройство, ввести админ 0.1.0.25. И дальше у меня есть тут линуксовая консоль, ну, какой-то тут урезанный линукс. Я могу его теперь крушить, ломать или... Да, это несложный пароль, да. Но с утра у меня был сложный, я его поменял чуток. Неохота было 8 символов вам показывать со спецсимволами. 0.1.0.25, он проще. Тем более, что... Да, тем более, что как бы для примера неважно. Вот, в общем, вот линуксовая консоль, да. Ну и, в общем, я как бы получил доступ до этого устройства. Вот такие вот дела. Давайте теперь, ну, для наглядности сравним, да. Я же обещал, что будет сравнение. Значит, возьмем то же самое пути. Ну и убедимся, что вот у нас тот же самый адрес. Использую я протокол SSH. И попробуем, значит, сделать то же самое с SSH. У нас ничего не получится, потому что SSH шифруется. Так, вот мы... Значит, запустили запись трафика. Делаем connect... Ой, не, извините, извините. Да, я прошу прощения. Значит, мой Wi-Fi-ный рутер, он не умеет SSH, он дурачок, вот, неказистый. Вот, поэтому я буду SSH connect делать к другому IP-адресу, к серваку, к вебовскому. Ну, вот, например, к вот такому, к американскому серваку. Вот, ну, это не меняет, как бы, сути вопроса, да, что мне просто хочется показать вам SSH обмен. Вот, значит, SSH обмен, да, я приконнектился к американскому серверу. Значит, 51, 15, 77, 164. Не знаю, что это такое, это какой-то один из моих серваков. Вот, ну и там... Сейчас мы что-нибудь туда введем. Я, честно говоря, без шпаргалки не помню рутовый пароль, поэтому я чего-то туда ввел. Он, конечно, мне сказал, что access denied. Вот, но это и не важно. Главное то, что мы сейчас посмотрим в этом, в Airshark. Значит, в Airshark мы посмотрим обмен. Мы отфильтруем трафик по протоколу SSH. Вверху мы забили это дело. И вот у нас SSH обмен. Да, мы видим, что произошел обмен по протоколу SSH V2. И он начинается с чего? Он начинается, конечно же, с обмена ключами. Несимметричная криптография пошла в ход. Ниф и Хеллман. В общем, вот это вот все, значит, замечательная радость – это согласование процедуры шифрования перед передачей пользовательских данных. В данном случае перед запросом логина и пароля. Ну и дальше пошли инкрипт пакеты, да, зашифрованные пакеты. Если мы попытаемся сюда залезть внутрь этого пакета, да, вы видите, search протокол. Вот мы его открыли, и у нас есть зашифрованная, значит, последовательность цифр, которую расшифровать невозможно. Ну, по крайней мере, пока что информации о том, что, значит, АЭС ломается, не было. Да, вот написано, что был применен, да, из SH-256 без компрессии, да, АЭС-256. И мы видим зашифрованные пакеты. Но, значит, вот там вопрос прилетел, да. Ну, вот, да, сейчас я договорю про SSH. Значит, ну, все, как бы труба дело, ничего мы здесь не увидим. Все зашифровано. Итак, вот вам для сравнения два, значит, протокольщика. Итого, есть на самом деле куча всяких разных протоколов. Например, HTTP и HTTPS. Разница точно такая же, как между утилнетом и SSH. HTTP не шифрует ничего внутри. Этот самый HTTPS все шифрует внутри. Ничего разглядеть внутри невозможно. Что вы там вбиваете? Поэтому, как бы, да, если вы делаете операции с деньгами и с какими-то вещами, которые вы считаете, что не должны быть доступны сторонним глазам, проверяйте, чтобы это был протокол HTTPS. Ну, как минимум, да, желательно, чтобы этот сайт, к которому вы коннектились, был еще, обладал сертификатом, подписанным международным этим самым сертификационным центром выдачи сертификатов. Ну, давайте я вам покажу, как это выглядит. Например, начнет далеко ходить. Вот, YouTube. Тыкаете на сертификат. Можно посмотреть сертификат. И видно, кем он выдан. Google Internet Authority G3. Ну, это одна из организаций, которая имеет право на выдачу подобных сертификатов, которые считаются доверенной организацией. Если сертификат такой, выданный такой организацией компрометирован, да, ключи каким-то образом утекают, то этот сертификат меняется и, соответственно, происходит перевыпуск сертификата. Зеленая строка без сертификата означает, что у вас просто HTTPS Connect, но нет информации о том, что данный сертификат был подписан кем-то, каким-то супердоверенным, ну, как бы международным доверенным центром. Так, значит, по вопросам. По вопросам давайте мы пройдемся чуть-чуть. Значит, вопрос первый. Всем привет, малость опоздал. На начало, где можно будет посмотреть трансляцию потом. Ну, вы знаете, я тут вот говорил в середине, да, что я не очень опытный ютюбер. Вот, я... Это практически мой, наверное, первый вебинар, хотя я вот три года преподавал в институте, но вот подобным преподаванием пока что еще не занимался. Поэтому я вопросы технические с материалами обсужу с нашими коллегами из Geekbrain'а. Вот, и тогда, наверное, мы сможем найти способ, как это дело передать. Значит, следующий вопрос. Значит, спрашивают меня, Тилнет и SSH поддерживают только Пути? Да нет, конечно, ни в коем случае. Клиентов таких консольных полно. Но, скажем так, для системы Windows, Тилнет... Ой, Пути – это, наверное, один из самых распространенных клиентов, которые пользуют, ну, так скажем, большее количество людей. Если вы пользуетесь вдруг Mac или Linux, да, то в консоли, ну, консоли или терминале, да, Mac-устройства есть и Тилнет, и SSH. Я, правда, не знаю, входят ли они в стандартный пакет, установленный на Mac. Я ни разу за Mac, ну, работал пару раз, но как бы неплотно знаком с этим, с этой операционной системой. Ну, а линуксоидам что там объяснять, линуксоиды сами все отлично знают, поэтому... Так, значит, следующий пункт, да, еще подробные примеры подобных шифрованных и не шифрованных протоколов можете сказать. Ну, давайте, да, скажем, почему бы и нет. Например, я думаю, что все знают про такие протоколы, про такой протокол, как FTP. Его часто используют для скачки различных объемных файлов, ну, про FTP-серверы, наверное, все слышали. Вот, протокол FTP не шифрует данные. Есть его брат-близнец, протокол S-FTP, то есть Secure FTP, который шифрует все. Ну, понимаете, в чем дело, да? Когда мы говорим о информационной безопасности, о шифровании, нужно помнить одну очень важную аксиому. Я когда в свое время лекции читал по информационной безопасности, да, я это вот повторял чуть ли не на каждой лекции, что суммарная стоимость информации, которую вы охраняете, да, она должна быть не меньше, чем затраты, которые вы тратите на обеспечение безопасности этой информации. То есть, если, например, да, если у вас информация, в случае ее кражи вы потеряете 100 тысяч рублей, да, то совершенной глупостью будет тратить на ее сохранение миллион рублей, да, и к этому все нужно, к информационной безопасности нужно подходить именно с таких резонов, потому что есть, ну, ретивые различные личности, которые начинают шифровать все, что только можно, да, там, трафик внутри доверенных периметров, а внутри описековских туннелей строят еще описековские туннели, но надо подходить с точки зрения целесообразности, экономической в первую очередь, да, ну, и смотреть, какие риски вы несете, да, если риски высокие, да, там, репутационные, имиджевые, там, финансовые, да, то, конечно, надо тратиться. Если все это, как бы, с точки зрения, ну, там, любви к искусству, то, ну, колоссальные деньги вбухивать в это дело, это все такое дело, оно не дешевое, особенно для операторов связи. Железки все дорогие, и, как бы, не разойдешься особо. Так, значит, продолжаем по поводу шифрованных и не шифрованных протоколов. Значит, есть такая штука, войсоверопи-телефония. Вот, значит, основ... ну, как бы, скажем так, достаточно большая доля киберпреступлений, да, но таких обывательских я не говорю, там, людей, которые сильно профессионально этим делом занимаются, какие-то там секреты государственные прут и так далее. А таких мелких мошенников, которые зарабатывают свою небольшую копеечку нечестным трудом, они, вот, сводятся к тому, что крадутся логины и пароли учетных записей на СИП-телефонах. И из вашего номера делается, как я вначале сам говорил, да, переговорный пункт, звонится с вашего номера на Буркина-Фасо, вот. Ну, и, в общем, там оператор, как бы, должен за это дело заплатить. Это средство нечестного заработка такого, да, которое, к сожалению... Ну, сейчас мы с ним, ну, как бы мы, да, операторы, с ним борются активно, там, специальные системы внедряют по борьбе с фродом, обслеживанием. Ну, как бы, все равно пролазят, пролазят время от времени что-то там. Крадут, вот, и фродят, фродят. Значит, давайте следующий прочитаем. Так, что у нас тут? Так, это все вопросы по поводу того, где достать презентацию эту. Так, а еще, значит, а еще вопрос. Виндовый, Тилнет, Экзе, коннекция может только по Тилнету? Ну, значит, ну, вот этот вопрос, что я могу сказать? Я вот к своему стыду ни разу не пользовался Тилнет от Windows, да и вообще, как бы, система Windows у меня... Ну, вот эта вторая система, она стоит вот на компьютере для всяких вот подобных вещей, типа презентации, пописать в Word и в PowerPoint. Поэтому я, честно говоря, не могу сказать, как там с Тилнет от Windows, но попробуйте, попробуйте, я так понимаю, что консольная программка там есть в Винде. Попробуйте, посмотрите, как она работает. Наверное, работает только по Тилнету, я думаю. Так, следующий вопрос. Значит, если один из маршрутизаторов по разным причинам раздает всем по DHCP адреса, избивает настройку под сети, как его выхватить в Airshark? Так, ну, я так понимаю, что вопрос того, как определить IP-адрес DHCP сервера, что ли? Ну, если так, то тогда вы должны поснифить трафик в момент обмена по DHCP протоколу, и там будут транзакции, они как раз будут с IP-адреса DHCP сервера идти. Ну, вот как-то так. Так. Дальше вот чего-то я не понимаю. Значит, спрашивают меня узнать MAC и TD. А, как узнать MAC? А, я понял. Как узнать MAC? MAC, ну, значит, MAC-адрес в смысле. Да. Через эту самую, через эту самую, через CMD-консоль, если мы про винду говорим, берете команду, значит, пишите IP, CON, FIG. Вот я ее как раз сейчас сбиваю, сейчас я вам покажу. Давайте посмотрим. Но надо поставить ключ, обратный слэш, пол. Ну, так, как на экране. И нажать Enter. Нажать Enter. И вам вы... Ну, у меня просто 4 сетевых карточки или 3, кажется. Ой. Вот. Поэтому у меня много всякого вывалилось. Вот. Но мы здесь найдем адаптер беспроводной сети, через который мы общались долгое время. Да, есть тут строчка физический адрес. Вот. Это как раз ваш MAC. Вот. Такие вот дела. Значит, коллеги... Ой, да. Ну, я вам вот рассказал приблизительно то, что я хотел рассказать за эти полтора часа. Если есть вопросы какие-то, давайте задавайте. Мы сейчас обсудим. А, значит, переспрашивают меня, что именно в Варшарк узнать MAC-адрес железки и ее имя аппаратное. А, давайте откроем Варшарк. Значит, любой пакет открываем. Допустим, тот, который у меня. Вот. И ищем, значит, раздел Ethernet 2. Это вторая строчка сверху. Здесь указаны MAC-адреса, destination и source этого самого устройства во всей своей красе. Также указаны производители этих устройств. Вот. В одном случае TP-Link – это моя Wi-Fi-ная карточка. В другом случае это D-Link – это Wi-Fi-ный рутер. Вот они с друг дружкой общаются. Вот address destination, вот address source. Вообще из дампов, да, из дампов сетевого трафика можно выдрать практически любую информацию, если, конечно, она не зашифрованная. Версии этого самого, не знаю, там, браузеров, операционных систем, всю информацию, всю подноготную можно вытащить. Ну, именно поэтому, именно поэтому админы, да, профессиональные админы, да, которые сталкиваются с, ну, нетривиальными задачами, они как раз и сидят в Airshark'е и смотрят, смотрят трейсы, да, анализируют, что с трейсами так, что с трейсами не так. Так, ну, что у нас тут? Что у нас тут? Еще вопросы есть. Так, админы, калий, не всегда пользуются. Так, ну, это дискуссия пошла. Дискуссия – это хорошо. Так, после коннекта машины, смотри, IP-конфикшен, шлюзи прописаны. Дальше, смотри. Так, так, это все дискуссия. Так, а вот белые и черные его используют, если... Так, угу. Так. Если IP-шники совпали, значит, железка вторая тоже имеет такой IP. Включай физический копайк. Ну, да, в общем... В общем, все правильно там, значит, люди говорят в чате. Почему не использую колинукс? Ну, не знаю, как-то не сложилось у меня. У меня вот с Debian сложился роман долгий. Вот. Ну, и с... Ну, на работе с RedHut, наверное, по большей части. Вот. Но я все-таки считаю, что, да, моя основная компетенция – это не Linux, а сетевые технологии всякие и по большей части передача голоса. Передача голоса. Так, ну, господа, значит, я тут превысил, похоже, все допустимые лимиты. У нас уже, да, полтора часа прошло, да. Давайте потихонечку завершаться. Значит, я благодарю всех вас за участие, за то, что подключились. Мне было интересно с вами пообщаться. Я надеюсь, что вам было интересно меня послушать. Ну, надеюсь, что еще встретимся, да, и я вам смогу что-нибудь интересное еще рассказать. Вот. Ну, на этом, наверное, мы завершаем наш сегодняшний вебинарчик. Вот. Ну, всем спасибо. Всем спасибо. Да. Счастливо. Так, сейчас, да. Одну минуточку про маски под сети. Значит, вот какая просьба. Там я обещал про маску скинуть, да, про маску скинуть. У меня сейчас так под рукой-то нет толкового документа. Ну, то есть документов много, а как бы толковые выжимки надо поискать. Вы бы мне скинули бы, там, не знаю, какой-нибудь свой контакт, например. У меня адрес, значит, вот сейчас я вам скажу. Ну, или сюда скиньте e-mail свой. Я вам пришлю обязательно ссылочку. Ну, или какой-нибудь контактик для того, чтобы я вам ответить мог. А, о, да, мне тут сделали замечание. Да, сделали замечание. Про СИП хотел рассказать, да. Ну, про СИП, да. Ну, да, спасибо за, значит, за e-mail. По поводу, значит, ну, в принципе, я-то никуда не спешу, да. Давайте поговорим чуть-чуть еще. По поводу СИП протокола. Хорошее название e-mail. Значит, по поводу СИП протокола. У СИП протокола есть, значит, проблема одна. Вот. Но СИП протокол – это самый распространенный протокол для организации войсоверопишных звонков. Да, войсоверопишных звонков. И такое дело, что, да, на СИП все переходят. Сейчас это, ну, уже лет 10, наверное, как модно, но сейчас прямо операторы большими пачками начали внутренний трафик переводить на СИП. СИП, по сути, своей не поддерживает шифрование. Шифрование там обеспечивается на уровне транспортном. Вот. Значит, есть такие средства, да, обеспечения протокол ТЛС. Может быть, кто в курсе. Вот. Он как раз обеспечивает шифрование, по-моему, на третьем уровне или на четвертом. Ну, простите меня, я что-то подзабыл, на каком он уровне работает. По-моему, на третьем. Вот. Значит, и внутри уже ТЛС-туннеля зашифрованного, да, точно так же, как работает EPSEC, уже гоняется СИП протокол. Что с СИПом, да? Если вы гоняете СИП протокол по интернету открытый, открытый, да, без шифрования, это, конечно, плохенько. Плохенько, потому что внутри СИП протокола есть ваш телефонный номер, кому вы звоните, когда вы звоните, с использованием каких кодеков вы звоните. А самое плохое, что человек, который сидит, короче, и прихватывает вашу информацию, он может прихватить не только СИП-обмен, да, с вашими телефонами, там, кому вы звонили, и когда, хотя тоже неприятно. Он на базе этой СИП-сессии может перехватить еще и голосовой обмен, вот, который тоже не шифруется. Это протокол RTP, вот, весь голосовой трафик пакуется в протокол RTP и загоняется, значит, внутри СИП-сессии. Ну, не внутри СИП-сессии, а рядом отдельным потоком идет. Его тоже можно перехватить. Если используется же 711-й кодек, прямо в VR-шарке его можно расшифровать и послушать. Вот, если другие кодеки, ну, там надо как бы на СИП-плюсе программку написать с декодером, вот, чтобы он склеил все эти, значит, кусочки, да, пакетные, и отодрал заголовки ненужные и декодировал вам в какой-нибудь WAV. Но это тривиальная достаточно задача, был бы более-менее толковый программарь, он вам это напишет за полчаса. Вот, поэтому, да, с протоколом СИП тут есть, конечно, нюанс, да, что если вы гоняете его по интернету без шифрования, и голос у вас идет без шифрования, то, ну, любой, значит, толковый деятель может вас послушать. Что я могу сказать? Вот есть всякие там эти, как его, услуги виртуальной АТС, контактные центры, вот, Манго Телеком активно этим занимается. Да и, в общем, все крупные операторы занимаются, занимаются этими вещами для бизнес-рынка по большей части. Вот, и, насколько я знаю, особенно, особенно никто не шифрует СИП, и никто не шифрует и с RTP. Ну, RTP. СИП можно шифровать с помощью TLS, да, включая TLS-шифрование на третьем уровне, и можно включать шифрование голоса, используя не протокол RTP, а протокол с RTP. Почему этого никто не делает? Ну, как бы, ответ достаточно прост, потому что это дорого. Делают это только те компании, которые обладают достаточными деньгами. Ну, то есть, какие-то заводы большие. Но я вам хочу так сказать, что, да, что если к сети оператора подключается какой-нибудь завод, фабрика, там, большой супермаркет или банк, да, то они, конечно, не используют интернет для передачи голоса, потому что, ну, во-первых, потому что там, хотите ли вы, не хотите, сеть интернета вы не контролируете. Как пойдет пакет следующий с голосом? Как пойдет пакет следующий с голосом, никто не знает. Да, может, он пойдет через Лос-Анджелес, и у вас начнется бульканье, кваканье и задержки большие. Поэтому, конечно, солидные компании строят VPN-ы, ну, не в смысле VPN-IP-сек, да, с шифрованием, а физически соединяют свои сети с маршрутизаторами, ну, там, сервис-провайдера, да, или мобильного оператора, вот, и строят выделенный туннель до, там, платформы, там, контактного центра, например. И там есть выделенная полоса и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а мелочь всякая, да, там, софа клиенты, ну, и вот такие вот, короче, там, 10 человек, там, 15 человек, да, там, даже пусть, там, 50 человек, да, но которые считают сильно деньги, расходы. Ну, оборудование с шифрованием, чтобы оно еще было сертифицированное, чтобы оно, кстати, нормально работало, это же тоже такая тема, что зашифруешь трафик, а потом что-нибудь не работает, и вот ни один вайршарк его не возьмет, там, сидишь, плюешься, не знаешь, как чинить. Поэтому, да, оборудование стоит, там, на 40-50% дороже. Операторское оборудование, там, это тоже, там, плюс 30-40% накладных расходов сверху падает, если вы включаете шифрование. Нагрузка на оборудование, да, которое занимается шифрованием, она возрастает, ну, с применением ТЛС в СИПе, да, она возрастает на Session Border Controller процентов, наверное, на 25-30. Вот, недешевое занятие, вот, поэтому, как бы, тем, кому нужно, те, те, вот, те, значит, личности, те, значит, те клиенты, которые сильно боятся за сохранность своих данных, строят выделенные каналы физические, вот, а те, кто, значит, не очень боится, те махают рукой и гонят все в открытом виде через интернет, и считают, что их, там, три лайка с картошкой, никто подслушивать не будет. Ну, и, в общем, правильно они делают. Так, вот, значит, что тут, какие языки программирования вы знаете? Ну, к моему, как бы, стыду знаю я немного языков, я немножко пишу на СИ на том старом С++ и олдскульном, да, который, ну, и на олдскульном СИ без плюсов. Вот, я много писал на матлабе, но матлаб-то не язык, а так, как бы, средство для обработки информации, да, ну, и там на всяких скриптовых языках, там, на башскрипте, на... Ну, в общем, вот так вот. У меня все-таки направление-то админское, я по большей части с Cisco-консолью, там, с Alcatel, работал, да, ну, и работаю тоже. Вот, поэтому с языками программирования так не могу похвастаться, что я мой мегапрограммист. Так, чего тут еще пишут? Выдают в Ростелеком адрес сервера, логин и пароль для SIP, VPN не предлагали. Ну, как бы, видно, да, я так понимаю, что вы работаете где-то, но, как бы, позвоните своему выделенному менеджеру, спросите, но это будет стоить денег, как обычно, вы же понимаете. Ну, я вот могу сказать за того оператора, в котором я трудился, да, и тружусь в МТСе, да, ну, если приходит крупный клиент и говорит, хочет VPN, да, ему хоть 10 VPN-ов за его деньги построят, только бы платил. Вот, ну, да, в общем, как бы, вот так вот, про SIP я сказал, значит, ну, как бы, документы по поводу масок под сетей я обязательно вышлю тем людям, которые мне прислали. Вот, да, значит, но я все-таки предлагаю расходиться. Я, честно говоря, да, полтора часа, да, общался с вами. Это было приятно. Я что-то, честно, месяца полтора ничто не рассказывал и, видимо, соскучился немножко. Поэтому, если кого утомил, то прошу прощения. Вот. Но я надеюсь, что мы с Geekbrain'ом подружимся, и я вам что-нибудь еще расскажу в ближайшее время. Вот. Благо, чего есть рассказать всякого интересного. Ладно, господа и дамы, если вдруг дамы присутствуют, дамы тоже. Давайте расходиться. Уже 9 часов. Всем спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok